Несколько тысяч человек собрались на юбилейный Курултай Казаха в Тюменской области. Съезд прошел в приграничном селе Казанское и уже стало традицией приглашать на этот праздник членов Ассамблеи народа Казахстана. По мнению организаторов, такие встречи способствуют укреплению дружеских отношений среди жителей двух соседних государств. Нам надо мясо сводить, чтобы нормально было, чтобы гости были довольны. У жителей села Казанское ответственный день – встреча гостей, а их ожидается тысячи. Так что еще до восхода солнца сельчане начали варить мясо и печь баурсаки. Кушать будут, скажут, ой, какие баурсаки вкусные. Каждый старается, чтобы все вкусно было, сварить, состряпать. Не только я пеку, пекут многие, потому что встречаем гостей, чтобы всем хватило. В Тюменской области живут свыше 13 тысяч казахов. И здесь уже стала доброй традицией ежегодно собираться на Курултае – праздники дружбы и единства. На этот раз встреча юбилейная, 20-я. Приграничное с Казахстаном, село Казанское, съехались делегаты не только со всей Тюменской области, но еще и из Омска, Петропавловска и Астаны. Традиционный Курултай полюбился уже многим. Здесь встречаются, общаются, играют, поют песни и обмениваются опытом. Тюменские казахи очень плотно сотрудничают, взаимодействуют с Северо-Казахстанской ассамблеей народа Казахстана. Опыт очень уникальный. Этим опытом интересуются у нас в России как Национальное общественное объединение, так и органы исполнительного власти. Россия – это наш надежный партнер. И, конечно же, у нас идут очень большие совместные работы, обмен делегациями. Мы привозим сюда, в Тюменскую область, по их просьбе, литературу на казахском языке. Эти встречи, конечно же, способствуют развитию Ассамблеи народа Казахстана, развитию двустороннего нашего сотрудничества. Жарко в этноауле было не только от палящего солнца и горячих казанов, но еще и от спортивных соревнований. Борьба, скачки, зрелищ хватило всем. И этот юбилейный курултай его участникам наверняка запомнится надолго. Нургуль Ахметова, Тулиген Иманов, Тюменская область России, 24КЗ.